Бег Всем привет, друзья! Хотите научиться легко и классно бегать, поддерживать свое тело в тонусе? Тогда советую вам выйти с утра на утреннюю тренировку и дать энергии вашему организму на целый день. Но сначала для этого нужно хорошо размяться. Наша задача максимально размять все суставы в организме, чтобы подготовить себя к легкому разминочному бегу. Сейчас мы делаем вращение стопы. Ребят, в спокойном ключе 10 повторений правая нога, 10 повторений левая. Что мы делаем? Голеностоп вкручиваем в землю, в полную амплитуду, 10 повторений правой ногой. Поехали вместе, 10 повторений левой ногой. Поехали, 10, 9, 8. В другую ногу переходим. Поехали, 10, 9, 8, 7, 6. Супер! Дальше переходим. Коленный сустав, поднимаем бедро. Хорошо, высоко. Рисуем круги, полную амплитуду. 10 повторений в одну сторону, 10 в другую. Супер быстро. Начинаем все вместе. Раз, два, три. Руки используйте для баланса. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То же самое, другая нога. Поехали. Подняли вверх. Раз, два. Помогайте руками держать баланс. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поехали в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Готовим тазобедренный сустав к предстоящему бегу. Значит, что нужно сделать? Пять поворотов вперед. Закрываемся. Максимально высоко поднимаем колено. Касаемся чуть ли не локтя. Вот здесь вот в таком положении. Попробуйте право-лево. Отлично. Задача сделать пять повторений. Пять раз закрыться вперед сустав и пять раз раскрыться назад. Это одна нога. Таких делаем. 10 повторений правой, 10 повторений левой ногой. Все. Поехали. Раз, вращение. Два, выше. Три. Стоп. Остановились в другую сторону. Раскрываемся. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Поехали. Другая нога. Точно так же высоко. Раз. Ребят, вы как будто цепляетесь за воздух. Два. Три. Я балансирую, помогая себе руками. Четыре. Пять. В другую сторону. Раз. Два. Выше ногу. Дальше. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем наклоны, повороты, мельницы. 10 повторений. В одну сторону и в другую. Не спешите под счет. Приготовились. Три. Два. Один. Раз. Два. Три. Ребят, колени прямые. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давайте чуть быстрее. Все то же самое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Замечательно. Так как в беге непосредственно включены руки, это основная работа происходит, которая помогает вам продвигаться вперед, мы продолжаем разминать верхний плечевой пояс. Сейчас вытягиваем руки перед собой. Кулачки вперед. Вращением 10, 9, 8, 7, 6, 5. Назад в другую сторону. 10, 9, 8. Быстрее, лев, полная амплитуда. Ребят, пять, четыре, три, два, один. Согнутые руки в локтях вперед закрываемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую. Раз, два, четыре. Ребят, с ноги на ногу в припрыжку в полную амплитуду. Соединяем за спиной лопатки. Поехали. Раз. С одной ноги на другую. Два, три, четыре, пять, шесть. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Минимальный перечень упражнений мы с вами выполнили. Значит, для того, чтобы продолжить бег, мы должны с вами помнить о простых правилах. Первое. Постановка ног во время бега. Всегда стопы направлены ровно параллельно друг к другу. Никогда не разворачивайте стопы. Потому что коленный сустав у нас сгибается только прямо. Это неправильная работа сустава. Ножки прямо бегут перед собой. Ноги стараетесь потихоньку выше поднимать. Таз всегда поднимается максимально высоко. Руки вам в помощь. Руки всегда работают. Они помогают вам продвигаться. Сейчас. Что от вас потребуется? Мы бежим разминку. Пять минут. В таком легком темпе. Не ускоряясь. Не обгоняя друг друга. Следим за техникой исполнения. Пять минут бежим по стадиону. Разминаемся. Далее мы переходим к динамической растяжке. Помните про руки. Работа рук и работа ног. Хорошо, ребята. Вы взяли немножко высокий темп. Чуть-чуть поспокойнее. Помните про стопы. Не разворачивайте их. Ровно переставляем. Ручки вам помогают продвигаться вперед. Мы выбрали спокойную тактику, так как это разминочный бег. Он только помогает вам размяться. Не нужно на разминке уставать. Выбирайте стратегию правильно. Очень максимально комфортный бег должен присутствовать на разминке. Мы приступаем к динамической разминке. Тема такая. Динамическая разминка подразумевает растяжение всех мышц, необходимых для бега. Сейчас, ребята, делаем выпад правой ногой. Опорной рукой стоим потихонечку. Покачиваемся с одной ноги на другую. Тем самым даем, да, натяжение задней поверхности бедра на впереди стоящей ноге. И передней поверхности потихонечку. Буквально пять покачиваний еще. Четыре. Три. Супер. У кого растяжка очень хорошая, может делать шпагаты. Ребята, у нас некоторые очень хорошо растянуты. Стоим ноги максимально широко. Локти обхватили. Колени прямые. И отлично, молодец. Начинаем потихоньку тянуться вниз. Десять. Девять. Восемь. Спинку ровно держи. Семь. То же самое. Шесть. Колени. Пять. Ребят, напоминаю, что при растяжке, да, так как мы делаем максимальное мышечное напряжение, не забывайте держать выпрямленный сустав. Нет смысла тянуться с согнутыми ногами. Следующее. Ребят, из этого же положения. Правой рукой к левой ноге тянемся. Левую руку за спину убираем. Поехали. Раз, два, три. Через сторону сверху закрывайся. Четыре, пять. Поменяли ноги. Раз. И руки. Два, три, четыре, пять, шесть. Держись. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Поднимайся. Дальше ставим ножки вместе. И потихонечку. Десять наклонов в пол. Достаем носочки. Раз. Потихонечку. Два. Колени прямые. Три, четыре, пять. Задняя поверхность бедра растягивается. Сейчас шесть. Встаем, ловим баланс. Стоим направо, либо на левой ноге. Как удобно с какой начинать. Делаем растяжение передней поверхности бедра. Схватили ногу. Вторую ручку для баланса поднимаем над головой. Отлично. Потихонечку тянем. У кого слабое натяжение в передней поверхности бедра, может поднимать выше ногу. Назад уводить. Стоим. Пять. Четыре. Три. Два. Держите баланс рукой. Один. Отлично. Другая нога. Схватили ногу. Держимся. Девять. Восемь. Семь. Право и влево закрываемся верхней плечевой. Тянем ноги чуть-чуть, чем на ширине плеч. Помогаем делать скручивания в одну сторону и в другую. Десять повторов. Поехали. Раз. Два. Три. Дотягиваем рукой. Помогаем. Четыре. Пять. И финальное упражнение – это трицепс. Ручку за головой держим. Помогаем второй рукой продавить дальше. Трицепс. Ну, без фанатизма, ребят. Натяжение только в трицепсе. Хорошо. На правую руку. То же самое, другая рука. То же самое. Тянемся. Хорошо. Супер. Беговые упражнения. Это самая неотъемлемая часть. Если вы хотите заниматься бегом, это то, что помогает формировать технику бега. Значит, сейчас мы начинаем с приставных шагов правым боком. Ребят, выходим сюда на первую дорожку. Проталкивайтесь правым боком. Руками себя подхватывайте. Мы проходим только на носочках, так, чтобы стопа включалась максимально в работу. Я подхватываю себя руками, помогаю себе делать продвижение вперед. Движение. Задача пробежать правым, пропрыгать правым приставым боком до линии. Обратно вернуться медленно бегом. Раз. Ручками подхватывай, подхватывай. Отлично, отлично, отлично. Хорошо. Икроножные мышцы комбаловидно включаются в работу. Что самое главное. Хорошо. Упражнение называется захлест голени. Мы можем помогать активно руками. Мы можем руки держать за спиной. Как вам удобно. Задача максимально быстро бить себя пятками. Оп, опи, сокра... То есть мы максимальной амплитуде с маленьким продвижением продвигаемся вперед. Чем чаще, тем лучше. Стопы ровно делаем, не забываем про стопы. Стопы всегда ровно. Руки согнутые, как в беге помогают. И обратно медленно бегом возвращаемся. Хорошо. Ребят, следующее. Мы в виде ладошек даем себе уровень для подъема колен. Следующее упражнение. Бег с высоким подниманием бедра. Правой ногой и левой достаем. Каждый раз вам надо доставать правым и левым коленом свои ладоши. Супер. Поехали. Супер. Спинку ровно. Выше колени. Выше. Выше. Есть положение низкого старта, когда мы находимся в стартовых колодках. Соответственно, что характерно для легкой атлетики. Но сейчас у нас их в принципе физически нет. Мы будем пользоваться положением высокого старта с опорой на руку. Что нужно сделать? Мы встаем. Толчковую ногу, то есть ту, с которой удобно вам прыгать. Вперед ставим. Противоположной рукой упираемся в пол. Да. Небольшой даем наклон. Заряжаем опорную ногу, чтобы сделать выпрыгивание. Я встаю, упираюсь. Мне с этой ноги удобно улететь вперед. Максимальным движением. Второй рукой я буду подкладывать. И продвигаться. Я делаю шаг. Дальше всю основную работу вам будут помогать делать руки. Мы из положения высокого старта выстреливаем вперед. Как только вы поднялись, вы начинаете работать активно руками, помогая себе бежать. Максимальная работа на ускорение. Что нужно сделать? Максимально включиться, добежать до середины поля, до линии. Сделать плавное выключение. Разбегаетесь, пробегаете линию и спокойно, медленно останавливаетесь. Ни в коем случае топать не нужно. Ребят, каждая ударная нагрузка, каждый топот – это прямой удар по коленному суставу. Чем вы тише все делаете, тем безопаснее для ваших ног будет вся нагрузка. Три, два, начали. Хорошо, хорошо, подхватил руками. Опорное положение. Три, два, раз, поехали. Три, два, начали. Хорошо, руками активнее работай. Дорогие друзья, и вот, наконец-то, мы подошли к такому моменту, как координационная лестница. Хороший снаряд, в принципе, есть во многих дворах, только у нас здесь визуально живое исполнение. Что нужно сделать? Сейчас координационная лестница помогает нам задать темп, проснуться головному мозгу, поработать разным полушарием. Она заставляет работать ноги и налаживать координацию. Значит, сейчас мы сделаем не самые-самые простые обычные упражнения, а перед тем, как перейдем к основной работе. Поможем ногам протонизироваться, голове проснуться окончательно, чтобы перейти к беговой работе. Значит, ребят, выходим на старт. Что от вас требуется? Смотрим на квадратики, делаем прыжок, нулевая позиция, мы стоим, да, в квадратики, делаем прыжок, ноги широко, делаем приседания, через один квадрат прилетаем и опять ноги вместе ставим. Пожалуйста, показывай. Сел, встал, сел, встал, сел, встал. Отлично. Следующий. Напоминаю, что основное правило приседа, когда колени ваши не выходят, помните, что таз мы двигаем максимально назад так, чтобы колени не выходили. Это просто простая безопасность коленного сустава. Максимально амортизируя. Никто никогда не должен топать, упражняясь на координационных лестницах. Максимально просто. Мы возьмем за основу бег на 500 метров. Мы будем бегать его в спокойном ключе, в среднем темпе, примерно по 7,5-8 минут. Если кто не знает, что такое 7,5-8 минут, то давайте так, в максимально комфортном для вас темпе вы должны двигаться по отрезкам. Всегда, каждый раз, когда вы выходите на пробежку, вы должны представлять план работы у себя в голове. Не ставьте себе суперкрутые цели, не смотрите видео, где там люди бегают марафоны по 2 часа. Все это индивидуально. То есть то, как вы плавно войдете в режим, так и будет для вас безопаснее начинать бегать. Три, два, один. Поехали. Спокойненько. Спину, спину. Друг за другом. Хорошо. Очень важно придерживаться техники бега и стратегии. Не нужно использовать быстрый старт. Если вы быстро начнете, вы закончите досрочно раньше. Давайте пичунем, все отбивайте. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Держались. Хорошо, ровно. Сейчас задача чуть-чуть потянуться, сделать восстановление после бега. Значит, на что надо обратить внимание? На дыхание. Когда вы бросаете бег, восстанавливаетесь, вы должны дышать размеренно, суперглубоко и суперплавно выдыхать. Сейчас то же самое после бега ребята это сделали. Сейчас максимально потянемся, сделаем простые движения и на этом заканчиваем. Значит, что мы делаем? Ноги на ширине плеч. Ребят, послушайте. Мы делаем глубокий вдох. Руки поднимаем, на носочки встаем. И на выдохе максимально низко опускаемся, продавливаем себя. Таких делаем 5 повторений. Уже был раз. Поехали. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Супер. Дорогие друзья, вы можете себе похлопать. Вы очень хорошо работали в команде. Молодцы. На этом мы с вами прощаемся. Наша здравительная физкультура заканчивается. Занимайтесь спортом, бегайте в свое удовольствие и будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»